Всем привет! У нас сегодня просто офигенное утро, все потому что меня не попал в парк, да! Я просто так заскучала за аквапарком, я так хотела уже пойти, но мы как-то все ждали, чтобы и выходные были, и хорошая погода была. И сегодня сколько? 32 градуса жары уже. Это в тени, видите? Да, машина стояла в тени, то есть это наверняка сейчас еще жарче. Там тоже я смотрела температура у них в России, где-то просто высокая, там сказали, ааааа, мы едем в аркопарк, обожаю, просто в аркопарке нет. И тоже вам покажите, что я знаю, что многие, кто приезжают, тоже машут, где-то на колесах, да, многие, кто приезжают, тоже думают, куда пойти, там, с детьми или сами просто разбежься. Но сначала, перед всем этим, нам надо будет заехать в Маку, дома, да, вот, вот, вот. Я, наверное, единственный человек на этой планете, который в 35 градусов жары может пить горячий кофе и при этом получать кайф. Я не знаю, я такая единственная или еще кто-то такой есть, потому что я вообще очень не люблю холодные напитки, я их никогда не пью, ни в жару, ни в холод, никогда. А Никита наоборот, он покрывается потом, просто говорит, нет, я не могу, как так можно, как бедуин какой-то, горячий чай пустой не пить. Но я вот такой вот, видимо, где-то корни у меня какие-то бедуинские. Мы уже почти приехали, вот там вот, если вы видите, вот там аквапарк уже. Да, вот он сейчас должен быть хорошо в кадре. Вот мы и приехали уже в аквапарк и идем сейчас оплачивать наши билеты входные. Блин, жара вообще бешеная просто, я не знаю, под 40 градусов, наверное, на солнце. Надеюсь, нам там сейчас не всплывет вообще в этом аквапарке. Ну, что, все будет хорошо. Так, мы уже зашли в середину. Вот, собственно, здесь начинается детская площадка. Тут детские горочки всякие маленькие. А там дальше идут уже взрослые горки. Здесь вот на территории есть всякие кафешки. Сзади раздевалки душевые. Это такая занимация для детей. Бассейн тоже тут есть. Этот бассейн, кстати, по-моему, когда-то с волнами был, да? Это этот или другой? А, да, наверное, другой. Может быть. Там какой-то был бассейн с волнами. Ох, какие там очереди, елки-палки. Да. Вот там, по-моему, следующий бассейн будет с волнами. Если я не ошибаюсь. Мы уже обкатали все самые крутые горки. Сейчас Никита хочет пойти на самую-самую-самую-самую-самую крутую. Куда я, естественно, не решаюсь пойти, потому что, ну, как-то мне страшновато туда идти. Поэтому я сейчас иду туда. В качестве поддержки снизу буду снимать, как он там будет кататься. А, сейчас мы еще, кстати, идем проверять наши фотки, потому что мы на одной из горок можно фоткаться. И мы заказали фотку. И сейчас посмотрим, что там, в общем-то, получилось у нас. А если получилась какая-то классная фотка, ее можно распечатить. Ну, и сразу здесь у нас открыть. Вот, сейчас пойдем посмотрим на них. И потом я вам еще сделаю небольшую экскурсию того, какие горки самые интересные. И, кстати, мы так поняли, что, конечно, лучше, если позволяют финансы, себе VIP-пропуск делать, чтобы сразу без очереди. Потому что на самую интересную горку реально минут 15 надо стоять. Каждый раз, вот, как ты хочешь спуститься, минут 15 надо стоять, ждать. Поэтому, в общем-то, не очень так весело. И VIP-пропуск тут, конечно, будет очень хорошим помощником. Вот, кстати, вот эта штука с фотографиями. Сейчас посмотрим, как мы там получились. Будете распечатывать? Да, пожалуйста. Добавольского стихи. Вот наша фотография. Значит, смотрите, вот эта горочка. Я ее называю унитаз, она вообще называется оборонка. Она довольно травмоопасная тем, что сюда, в эту вот именно воронку, это попадает сразу несколько человек. И есть реально шанс получить по башке просто, когда кто-то другой вылетает. А первый еще не успевает, как бы, смыться в этот унитаз. В общем-то, не очень она мне понравилась. Дальше есть еще вот такая вот полосатая. Вот она, видите? Она с такими, как бочонками. Вот я сейчас покажу. Вот видите, вот эти вот бочонки. Ничего интересного особо там нет, потому что вы попадаете в этот бочонок, и там очень много воды льется со всех сторон. И вы просто-напросто выезжаете, вот, допустим, с этой трубы, на вас выливается огромная куча воды, и вы сливаетесь, как бы, ну, дальше по трубе. То есть, мне тоже не очень интересно. Самая-самая-самая офигенно крутая, это вот эта вот синяя, вот, которая потом превращается в желтую. Вот смотрите, вы сюда начинаете ехать, едете, 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 потом вот отсюда начинается резкий спуск. То есть, вы очень-очень резко как падаете, и вот здесь вот такая вот широкая горка, то есть она реально очень широкая. Вы вот так вот резко спускаетесь на эту широкую горку, поднимаетесь, и потом спиной назад вот так вот спускаетесь, спускаетесь, и уже как бы в бассейн спускаетесь. Вот это самая офигенная просто горка, но на нее очень реально мин-15 надо стоять. И еще мы катались на вот этой оранжевой, и катались мы на ней только сугубо потому, что вот с этой оранжевой можно сделать фотографию на горке. Там проводите браслетом, и браслет пикает, как бы пикает это устройство, и вы едете, и там видно эту камеру, в принципе, можно там скорчить какие-то рожи. Она не страшная абсолютно, она такая очень спокойная, но мне она понравилась тем, что... вот она, да, вот это она. Мне она понравилась тем, что на ней просто нужно реально сфоткаться. А Никита сейчас нацелен бы пойти на самые зверские горки, они вот здесь вот... Наверное, нет, не самую, сначала белую. Белую? Да, сначала белую. Сейчас я чуть ближе, мы подойдем, я вам ее покажу. Но мне они, что одна, что вторая, что третья, по-моему, одинаковые по страшноте. Сейчас вот чуть-чуть ближе я ее покажу. А вот это, кстати, тоже такая семейная горка. Очень-очень-очень спокойная, там маленькие детки даже катаются. А вот это вот самые жестиковые такие. Вот давай я сейчас остановлюсь, покажу ребятам. Вот, есть красная, которая заходишь туда, как в ракету, тебя там закрывают, и потом пол из-под ног просто как бы падает. И ты вот так и спускаешься, в общем-то. Она короткая, но она очень такая резкая. Дальше тоже такая ракета, она немножко более закрученная, как вы видите. И есть открытая горка вот такая вот. Ну, короче, сейчас посмотрим. Никита вроде на белую это собрался. Сейчас посмотрим, как он туда пойдет, конечно. А вон Никита уже летит. Вот он, вот он, вот он. Ну как? Класс. Классно? Очень классно. Ой, Ань, давай дойдем, давай дойдем. Кто-то летит. Было очень здорово, очень. Тебе бы понравилось, мне кажется. Нет. Понравилось бы, она не загористое такая, она простая и все. Что-то я сомневаюсь. Тебе понравится, и там маленькая очередь. Ну, мне маленькая очередь понравилась бы, но я туда не пойду. Давай я сниму. Нет, нет. Ну, это все, аквапарк уже закрылся, мы уже переоделись, сейчас будем выходить и идти в машину. Ну, у меня такое чувство какое-то, такой абсолютной расслабленности, удовлетворенности. Классно вообще здесь было. Разморенности. Да. Вот реально, вот когда приходишь в такие места, вот как-то, как будто отдыхаешь. Такая смена обстановки классная. Мне очень понравилось вообще, очень-очень понравилось. Был бы еще VIP пропуск у нас на все ворки. Я думаю, мы тут вообще на целый день бы могли остаться. Вам спасибо за то, что были с нами, смотрели этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, и я увижу вас в следующих видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.